С нами на связи Андрей Веселовский, чрезвычайный полномочный посол, советник директора Национального института стратегических исследований. Здравствуйте, Андрей. Доброе утро. Доброе. Могли бы вы нам сначала объяснить контекст по поводу финансирования НАТО. Как это устроено? 31 страна, сколько денег они должны давать? Кому они должны давать? Дают ли они их? Это будет база, чтобы понять, что имел в виду Трамп. Согласно Североатлантическому договору или договору НАТО, каждое государство, такое условие возникло не так давно, не с самого начала существования НАТО, каждое государство должно тратить на свои вооруженные силы 2% волового внутреннего продукта. То есть это та сумма, которая будет обеспечивать высокий уровень оснащенности вооружениями, хорошее качество подготовки, собственно, боевого состава. И таким образом все страны НАТО будут находиться на одном уровне. В свое время президент Трамп, то есть президент первого срока, 5 лет тому назад начинал свои, 7 лет тому назад, извините, начинал свои отношения с европейскими странами НАТО с того, что он упрекал их в недостаточном оборонном бюджете. И, в общем-то, эти упреки были связаны даже, скажем так, с угрозами. Зачем Соединенным Штатам такой Североатлантический Альянс, где они всех содержат, всем дают деньги. А эти ловкачи в Европе, они ничего не делают, сами не вооружаются, и только на нашей спине хотят, так сказать, за нашей спиной хотят укрыться от опасности. Ну и вот эти действия Трампа, они, конечно, испугали союзников в Европе, потому что, во-первых, были произнесены довольно, так сказать, в резкой форме, будем говорить. А с другой стороны, в общем-то, не всегда эти два процента номинально истраченные на вооруженные силы можно связать с качеством этих вооруженных сил. Теперь мы переходим к тому, что сказал Трамп конкретно. А именно, мы будем, так сказать, поощрять Российскую Федерацию, пугать или нападать на те страны, которые меньше всего тратят на вооруженные силы. Ну, давайте посмотрим, кто что тратит. Меньше всего тратит Люксембург. Очевидно, Трамп имел в виду нападение на Люксембург. А на втором месте Бельгия, там, где находится штраф-пвартира НАТО, там тоже гораздо меньше двух процентов, там 1,37, по-моему, сотых процентов. Значит, вот очередная жертва, очередная цель для Москвы. Ну и кто на третьем месте, никогда не догадаетесь, я бы не догадался, если бы не посмотрел в таблицу, это Турция. Значит, вот у меня возникает вопрос. Президент Путин собирался приехать в Турцию днями, но потом свой визит отложил. Очевидно, услышал предложение Трампа и поехал домой готовиться к нападению на Турцию. Все это смешно, но на самом деле, если мы возьмем, например, Люксембург, то ему, наверное, не стоит вооружаться ни F-16, ни F-35, ни мощными танками, ничем подобным. Потому что там территория просто не позволит ни взлететь, ни сесть этим современным самолетом без захода на территорию соседних государств. Зато Люксембург имеет самый высокий в Европейском Союзе и один из самых высоких в мире доходов на душу населения. И эти доходы на душу населения, это уплата огромного количества налогов и так далее, и так далее. Это мощный экономический финансовый центр в Европе и в мире. И поэтому Люксембург свою роль финансового и бюрократического плота для стран НАТО, конечно, выполняет. Тем более ее выполняет Бельгия. Ну, а о Турции и говорить не приходится. Мы прекрасно знаем, какого размера вооруженные силы Турции, насколько мощное у них вооружение. Сейчас они получили добро от Соединенных Штатов на покупку новой партии самолетов F-16. По-моему, 80 штук. У турков огромный флот. Кстати, этот флот Турции превышает флот Российской Федерации. Мы тоже должны помнить. И говорить о том, что, например, Турция является слабым звеном в НАТО и Россия следует на нее напасть. Ну что ж, интересный подход. Теперь давайте взглянем на другую сторону этого процесса. А для чего же говорил этот Трамп? Понимая, что ни о каком нападении искусственном, ну, скажем, на ту же Турцию или на тот же Люксембург речи быть не может. Он это говорил для того, чтобы возбудить, я бы сказал так, нехорошее чувство ненависти, зависть, злость в своих избирателях. Его посыл следующий. Смотрите, мы тратим деньги, ваши деньги, ваши зарплаты, ваши налоги. А там какие-то хитрецы в Европе позволяют себе роскошествовать. И все это, всему этому попустительствует президент Байден. Он же молчит. Я защищаю ваши права, ваши интересы и ваши кошельки. Вот какой плохой у нас президент сейчас, демократ. Как только я приду в Белый дом, я немедленно это все исправлю. Они будут платить этот самый Люксембург за свое вооружение. И мы не должны будем им в этом помогать. А защищать мы будем только тогда, когда они расплатятся. Ну, жестокий, конечно, подход. И он возбуждает, я бы сказал, во-первых, неизменные чувства в людях. Это всегда плохо. Для любого государства, для любого общества возбуждение ненависти и зависти – это плохо. Ну, а во-вторых, что тут опасно? В чем тут опасность? Она в том, что, в общем-то, Россия как раз и заинтересована больше всего в том, чтобы НАТО было слабой организацией. Чтобы страны чувствовали подозрение одна к другой, что те не так делают, те не так вооружаются, те стараются как-то увильнуть от ответственности и прочее. То есть, чем слабее связи, чем меньше доверия между странами НАТО, тем легче вбивать в них клин. Это и есть целью Кремля. Осознанно ли действует Трамп? Мы не можем этого сказать. Но то, что его команда к этому его подталкивает, и то, что команда делает, это сознательно. Это мы сказать можем. Мы это слышим. Да, Андрей Иванович, тут ни в коем случае такие заявления, не стоит их недооценивать. Потому что, да, мы знаем, что Трамп популист, человек, который, ну, часто, давайте прямо говорить, несет некую ереси, которую вообще анализировать смысла нет. Но это не тот случай. А вот скажите, пожалуйста, вот такой пассаж в адрес Люксембурга, Бельгии и Турции. Вот такой вот посыл для простых американцев, как это принято говорить. Вот скажите, пожалуйста, по тому, как развиваются сейчас события на начало 2024 года, вот свои идеи, так сказать, в контексте этого месседжа, вот он, Трамп, сумеет он их достигнуть? Американский избиратель оценит вот этот посыл Трампа, по вашему мнению? И какова будет реакция Люксембурга, Бельгии и Турции на эти заявления Трампа? Или же они предпочтут никак не комментировать? Ну, в общем-то, глупости не комментируют, потому что это только их поддерживать, так сказать, на эту тему. Тем более, что турки прекрасно знают, что, несмотря на какие-то там условные проценты, кстати, мы не знаем, нет ли в бюджете Турции расходов на вооружение, которые не являются непосредственно такими расходами. Это еще вопрос. Мне кажется, что бросая подобные обвинения или возжигая подобные настроения, команда Трампа сейчас на данном этапе не заботится абсолютно о последствиях своих слов или своих действий для НАТО. Их интересует прямой и непосредственный вопрос, будут ли после этого рядовые американцы голосовать за демократическую партию на выборах президента и на выборах в Конгресс, которые будут одновременно с президентскими выборами. То есть, будет ли больше голосов у Трампа или будет больше голосов у Байдена? А раз это камень в огород Байдена, значит, это хорошо. Ну, бывает такое, что люди поджигают собственный дом, чтобы согреться. Потому что, по большому счету, ухудшение отношений с союзниками в Европе – это плохо для Соединенных Штатов. И повторю то, что я уже сказал, всякое усиление ненависти взаимной в разных группах населения в одном государстве, в Соединенных Штатах – это тоже плохо. Но для команды, которая сейчас готовит Трампа, это не угроза. Это не их конкретный сегодняшний интерес. Их интерес – подогреть недовольство и выиграть выборы. А там дальше мы будем на коне. К сожалению, это так.